А теперь о проектах и конкурсах телевизионных. В наших сюжетах мы продолжаем задавать вопросы жителям об истории Древнего Мурма. Итак, первая загадка наступившего года и ответ на предыдущую. Какой новогодний праздник без зеленой красавицы? Главная городская юлка, украсившая площадь перед зданием администрации округа, выросла в селе Панфилово. Ее высоту назвали многие участники телевикторины. В числе первых оказалась Елена Мищенкова. Она становится обладательницей призов от спонсора проекта. 17 метров наша главная елка. Когда узнала, что будет елка устанавливаться, я постаралась туда прибыть. Потому что мне очень нравится, когда устанавливается елка и как ее наряжают, сколько трудов люди вкладывают в это, чтобы была у нас такая красота. Я знаю свой город и люблю свой город. Главная площадь, на которой установлена елка, не всегда выглядела так нарядно. До 1870-х годов улицы города, как пишут в книге «История Мурома», утопали в сплошной массе густой вязкой грязи, образовывались целые болота воды. И лишь к 1890-м годам все площади и основные улицы были выложены булыжником. Сегодня город ровных дорог продолжает благоустраиваться. И в последние годы особенно динамично. В Муроме существуют дороги основные, это более 200 километров, а также тротуары, которые покрыты асфальтом. Это более 100 километров. В 2017 году было отремонтировано порядка 6000 квадратных метров тротуаров. Вопрос 36-й краеведческой телевикторины звучит так. В каком году в Муроме начали делать первые асфальтовые тротуары? Если вы знаете ответ, ждем его во вторник с 14 до 15 часов. По телефону студии 9-98-55. Победитель получит приз. Регина Ломакина, Александр Симонов. Специально для Новости Мура. Конкурс проводится при главной финансовой поддержке магазина «Страна игрушек». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова